Латвия Зиннис, независимое русскоязычное издание Латвии. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Прогноз роста ВВП Латвии на этот год сохранен на уровне 1,8%. Банк Латвии отмечает, что этот год начался относительно сильного роста экономики. Однако он не будет устойчивым, и в последующие кварталы темпы роста замедлятся. Прогноз инфляции на этот год сохранен в размере 1,5%. Прогноз дефицита бюджета снижен на 0,4% до 0,3% от ВВП. В свою очередь, Центральное статистическое управление сообщает, что потребительские цены в Латвии в мае этого года по сравнению с апрелем выросли на 0,3%. А годовая инфляция в мае была 0,1%. В апреле же годовая инфляция составляла 1,1%. Выборы в Европарламент в Латвии прошли. Спокойная явка составила почти 38%. Победителем выборов стало новое единство, у которого два депутатских мандата. Два мандата у нацобъединения. У объединенного списка Латвии на первом месте развитию Латвии прогрессивных и согласия по одному мандату. На одном участке в Риге в Урне для голосования были обнаружены 10 неотмеченных печатью конвертов. А в Валмере в Урне были найдены 50 евро, адресованные президенту Эдгару Ренкевичу. Деньги к президенту не попадут, а будут зачислены в госказну. На выборах в Европарламент больше всего плюсов получил лидер списка нового единства Валдис Домбровски с 91 873. А вычеркивали чаще всего Крышениса Каринша. В Европарламент также прошли Роберт Зилла, Сандра Калнет, Рихард Колс, Иварсиепс, Рейни Спозникс, Нил Ушаков, Мартин Штакес и Вилнейс Криштапанс. Две с половиной тысячи евро в месяц будут хорошей зарплатой, считает министр образования и науки Анда Чакша. Эксперты министерства, изучавшие разные профессии, заключили, что учителя должны получать от двух с половиной до трех тысяч евро. Эта сумма зарплаты будет также обязательна и для молодых людей, чтобы они связывали свою карьеру с педагогикой. 13 миллионов евро. Столько перерасходовали больницы. В середине года Национальная служба здравоохранения обещает покрыть оказание неотложной помощи за счет перераспределения имеющихся финансовых ресурсов. Больницы отмечают ухудшение здоровья хронических пациентов из-за плохого ухода и отсутствия денег на лекарства. В ходе Европейской недели тестирования в Рижской восточной больнице антитела гепатиту С были обнаружены у 12 пациентов. Значит, человек перенес гепатит, но антитела не обеспечивают дальнейшую защиту от инфекции. Серьезные изменения плотности печени выявлены у 25 человек. А тест на ВИЧ был отрицательным у всех 278 человек, которые издавали анализ крови на вирус иммунодефицита. Президент Конфедерации работодателей Андрис Биета отметил плохую физическую подготовку молодежи, призванной в службу гособороны. Такова ситуация. Нужно активно мотивировать молодых людей, только приближающихся к призывному возрасту, к занятиям физической активностью. Подчеркивает Биета, отмечая, что сегодня есть все возможности заниматься спортом. Люпины – красивые цветы, которые, в отличие от сирени, нужно рвать, чтобы сохранить естественные латвийские биотопы. Люпин из семейства бобовых – это инвазивное растение для всей Евразии. Избавляться от люпинов нужно сейчас, пока они цветут, до периода созревания семян. Субтитры создавал DimaTorzok